Здесь применяется 15 тысяч рабочих. Турсы набирают популярность у подростков. С начала осени уже более 10 школьников попали в больницу из-за снюсов. Этический организм просто не справляется с нагрузкой. Откуда взялась опасная мода и как этому противостоять, выясняла Елена Ерофеева. Кто слышал про это? Подменили? Не скажи, прощайся. Про это в классе слышали все. Без дыма и огня, но с наркотическим эффектом. Их называют снюсами. В переводе со шведского – нюкательный табак. Но табачные снюсы в России запрещены, никотиновые в свободной продаже. Я это часто вижу в своих лайках. Это очень популярно в интернете, во многих пабликах. В школе узнал об этом. Есть знакомые, которые употребляют это. Возможно, им кажется, что это модно, это современно, это клево. Социальные сети подсаживают на модные наркотики. У виртуальной рекламной компании вот такое лицо. Бывший Тамада, актер-неудачник Дворецков. Он когда-то снимался в неважнецком реалити-шоу. Теперь продвигает снюсы. Снюс самоубийца. 249 миллиграмм никотина. Просмотров не слишком много, но в подростковой среде работает. Они тоже стремятся к славе и уже сами выкладывают видео, как закидываться никотиновыми мармеладками. Ставьте лайки этому виду, что я очень стараюсь сейчас. В городе Заринске Алтайского края едва не умер 13-летний школьник. Организм не выдержал ударной дозы никотина. На уроке остановка дыхания пришел в себя в реанимации. В этот раз откачали. Они же сами не знают почему и зачем. Если он сегодня начинает пробовать это вещество, завтра мозг может дать сигнал попробовать что-то другое, что-то более серьезное. В Швеции, откуда приходят эти смеси, детям такое не продают. Там строгий запрет. В России на возраст не смотрят. Данилу 17. Он отправляется в кальянную без паспорта, но с твердым желанием купить снюс. Я зашел, спросил. Он сказал, что есть, есть все вкусы. Я попросил череши. Кроме подушечек в продаже никотиновые сладости. Леденцы, мармелад – это лазейка для продавцов. По сути, наркотики продают детям под видом обычных конфет. Один пакетик синтетической смеси заменяет пять выкуренных за раз сигарет. Курильщики знают, что такое переборщить с никотином. За мятным припустом бумаге не замечаешь, как минута славы в интернете превращается в никотиновую зависимость. Последствия только кажутся туманными. В Краснодарском институте табака проводят исследования. Доза никотина в самых крепких смесях эквивалентна трём пачкам сигарет. Это всё действует на нервную систему, на головную мозг. Может и привести к летальному исходу чрезмерное потребление этого никотина. Борис Цацурин решил доказать – капля никотина убивает не только лошадь. Он готовит муравьиный снюс. Сахар, который любит насекомое, сдавливает никотиновой жидкостью. Это яд для муравья. Муравья сложно заставить употреблять никотин, он его прям выворачивает. То есть он проявляет нервную систему насекомого. Человека употребление снюса может привести даже к онкологическим заболеваниям и психическим расстройствам. И влияние на желудочно-кишечный тракт. Это рефлюксы, это эрозии, язвы, гастриты и всё вместе. Но подростки зачастую об этом не думают. Кирилл учится в 10 классе. Он впервые попробовал снюс полтора года назад. В его компании тогда все закидывали. Мы, представим, у нас ноги дрожат. Сразу голова окружения, тошнит. Начал смотреть отзывы людей, вызывается рак губы. Ну и не круто, и не охота этого. Об этой модной теме Женя рассказала дочь шестиклассница, когда друзья предложили попробовать. Когда я стала говорить с классным руководителем, выяснилось, что он был полностью в курсе. Но было дано указание от руководства. Молчил. Пока я не увижу это второй раз своими личными глазами. Мы никому ничего говорить не будем. Но одного родительского контроля недостаточно. Пока эти смеси вне запрета, никотиновая зависимость продолжает охватывать подростков. Елена Ерофеева, Елена Галеева, Валерия Попова, Наталья Новгородова, Анна Колк, Николай Старостин. Вести. В эфире Большие Вести с жителями Москвы и Московской области.